Всем привет! Давно я вам не показывала орхидеюшки Сакурки. Это история, за которой следят очень много зрителей моего канала. История восхитительного сказочного восстановления двух орхидей, которые мне были отданы и у которых было очень сильное поражение ствола гнилью, черной гнилью. Кадры тех орхидей, которые были на момент того, когда я их забрала себе, я обязательно вставлю в сегодняшнее видео и вы посмотрите, что же с ними было. Кто видел, тому напомню. И вы поймете, что действительно вот этот способ удаления вот этого всего черного, желтого и достаточно глубокого, глубоко проникающего в ствол растения, вот этой массы нехорошей. Конечно же, вот этот метод, он оправдывает себя всегда и везде. На любом растении, которым я применяю именно этот способ восстановления, зачистки шеи, обработки шеи, может быть один раз, может быть два раза, максимум. Это очень действенный и эффективный метод, который сохраняет растение. Но в моем случае я могу сказать, что если это не какая-то быстрая гниль, вот такая вот, которая мокрая, если это не активная бактериалка, действительно грибковость, инфекция, с которой можно побороться, сохраняется где-то в 99% случаев орхидеюшки, именно с такими поражениями. Сейчас я вам вставлю в видео кадры того, что было. Вот сейчас вы видите одну из орхидеи. Достаточно глубокое проникновение боковой черной гнили. Гниль пошла не с середины сердцевины ствола, а она именно поселилась извне, то есть боковое поражение ствола орхидеи. Вот она черненькая, видите, я вот ее вот так вот обвожу, чтобы вы видели. Смотрим дальше. Эти орхидеи мной зачищались очень сильно. Видите, они достаточно большие, хорошие, но при этом, снимая мох, вы можете понять, что с шейкой большая беда, большие проблемы. А вот вторая орхидея, здесь еще более глубокая гниль, боковое поражение, вот оно. При этом, чтобы не показывать вам все видео, ссылочку на это видео, конечно, я оставлю в инфобоксе, внизу, под видео. Меня постоянно спрашивают, где я оставляю ссылочки. Девчонки, ссылки вот здесь, внизу, под видео. Вы можете активировать любую ссылку, оставленную мной. Снимались все листья. Эти, эти, эти и даже эти. А почему так делалось? Проникновение гнили было очень глубоким. Для того, чтобы мне добраться до чистой живой ткани, я делала вот такие вот съемы листьев. Это было оправданным. Потому что то, что сейчас происходит на растениях, конечно, это земля и небо. Смотрите, какая чернота, да? Какая черная гниль. Я потихонечку начинаю снимать все мертвое. Вот смотрите, изрядно постаравшись. Вот видите, какая чернота остается. Лист за листом нижний были сняты. И все равно чернота идет в глубину шеи. Прямо вот туда. Здесь видно, да? Вот она. Толщина шеи. Вот она. Вы видите ее. А чернота, вот она аж настолько уже проела шею. И здесь нужно было, конечно же, предпринимать экстренные меры. Что, собственно, я и делала. Вот смотрите, какая уходящая внутрь. Поначалу, снимая листочек, я думала, что все-таки будет получше картина. Но увиденное мной совершенно мне не давало никаких сомнений в том, что я должна обязательно снимать дальше листья и зачищать растения. Вот здесь я делаю зачисточки скальпелем. Аккуратно. Вы знаете, я не беру много ткани. Я вот просто по поверхности немножко, немножко сошкрябываю. Это может быть какой угодный инструмент. Можно даже пинцетиком иногда остреньким вот это вот снять. Аккуратно, аккуратно. Если действительно нет необходимости глубоко врезаться в ткани. Вот вы все прекрасно видите, что я делала. Вот такая она чистенькая стала, видите. Место поражения я прокапала перекисью водорода. Это нужно сделать после зачисток и обработок. Перекись очень хорошо проникая, вытягивает. Она вот имеет перекись поджигающие. Такие свойства в результате химреакции. И происходит вот высвобождение и дезинфекция. Хорошая дезинфекция пораженных тканей на орхидейке. Все здесь видно, что было мной сделано. Вот видите, практически чистенькая ткань. И вот как результат в дальнейшем. Вы сейчас увидите, что на орхидейках, на сакурках, что происходит. Вот она вторая красавица. С той я проработала. Теперь с этой начала. Взяла ее, видите. Здесь тоже вот от шеи осталась половина. Гниль глубокая и боковая. Уходящая внутрь ствола растения. Повторяюсь. Хорошо, что это не середина сердцевинная гниль. То есть не та, которая пошла в сердцевину. А именно поражение сбоку. Вот такие боковые поражения черного грибка. Они, как правило, бывают восстановимы, если вовремя начинать с ним работать. Смотрите. Видите, лист за листом, лист за листом. И все равно чернота, и все равно чернота. И вот такая, видите, отечная ткань от черноты идет. Вот она видна. Сейчас я остановлю. Нет, сейчас мы с вами. Вот она, смотрите, видите. Вот она, отечная ткань. Очень хорошо видна. Я вам показываю ее. И место, собственно, проникновения. Вот оно. Вот это нужно убирать. Если это не убрать, если просто промазать растение максимом по черноте, эффекта не будет никакого. Это все равно, что глубокую болячку, у которой глубокая, например, гнойная, воспалительная составляющая, проявляющая, да, это все равно, что по поверхности корочку гнойного воспаления помазать, например, каким-то антисептиком. Это бесполезно. Вот такие места нужно. Ну, я, вы знаете, да, что я всегда с медицинской точки зрения принимаю решения в отношении каждой орхидейки. Что делать? Вот здесь, поэтому у меня работал скальпель. Давайте дальше смотреть. Я не хочу, конечно, видео затягивать, но давайте уже конечный результат с вами посмотрим. И потом вы увидите уже растения восстановленные. Вот, посмотрите, до чего я докопалась. Абсолютно чистенькая ткань, живая. Где-то больше срезала, видите, где-то меньше. Вот она, живая ткань. Вот такого уровня я зачищаю. Вот такие глубокие черные поражения. Это не фузариоз. Вы видите, да, здесь явно грибковая составляющая, инфекция грибковая, которая проникла в шею растения. Можно дальше посмотреть. Но я уже не буду, да, затягивать видео. Вы, кому интересно, пройдете. Кто не видел этот очень популярный видеоролик, можете увидеть его на канале, перейдя по ссылочке. Смотрите, какая чистая. Корневого проникновения гнили не было. Гниль была боковой. Ну все, я вам напомнила, что же происходило с растениями до этого. Значит, сейчас я вам скажу по времени, сколько прошло с момента восстановления. Мне эти орхидеи отдали в декабре 2019 года. Видео по спасению растений вышло сразу после Нового года, чтобы не напрягать вас в новогодние праздники. Именно вот этой вот такой, знаете, не совсем приятной информации, да, когда пропадают орхидейки. Вот считаем, сколько прошло с момента восстановления. Весь, практически получается, весь 20-й год, плюс еще январь, февраль, март. Вот сколько времени. Год и три месяца. Сейчас я вам показывала поэтапно, да. Мы вместе с вами там через три недели, через месяц смотрели за теми изменениями, которые происходят на орхидейках. В повторных зачистках необходимости не было. Кое-где повторно я максимом замазывала шейки, не извлекая растения уже из посадок. Очень, знаете, грамотное расположение с присутствием воздушных карманов в посадке достаточно большого количества невлагоемкой коры. Ну, не мокрой коры, да. Архиата фракции здесь была 12-18 и 9-12 в перемешечку. И мох. Мох относительно коры где-то в процентах, наверное, в 30. Дренажный уровень обязательно в виде керамзита и здесь, и здесь. У них, кстати, было поражение, видимо, одним и тем же грибком, потому что проявления и на одной, и на другой орхидеи были однотипными. Поэтому эффективность этого метода, она вот здесь и сейчас у вас на глазах. Они зацвели обе, с тремя цветоносами орхидеюшки были. На этих цветоносах даже на уровне лечения растений я цветоносы не убрала. Мне их отдали с такими желтыми-желтыми, с закорюжистыми. Ну, вы видели, да, как они выглядели. И что сейчас? Сейчас просто я вот специально ее не полила, чтобы мне вам показать именно, как у меня содержатся орхидейки на восстановлении. У меня нет такого, чтобы орхидеи плавали в воде. У меня нет такого, чтобы орхидеи постоянно находились в уровне мокрого грунта. У меня такого нет. От полива до полива вот эти красотки у меня очень хорошо подсыхают. При этом, вот смотрите, корневая система, она не сплющивается, не сморщивается. То есть, это вот именно тот момент, когда я буду поливать эту орхидейку. Вчера вот этой немножко буквально налила водички, потому что поливала с витамаром растения свои. И поэтому решила вот этой витамарой дать, несмотря на то, что у нее один цветочек есть. Как бы я за него особо не трясусь. Отцветет, отсветет. У этой орхидеи сейчас уже замечено опять настойчивое разрастание корневой системы в посадке. Корешочки в каком-то проценте после пересадки сохранились, в каком-то проценте они пропали. Но, вы знаете, настолько активно появилась молодая поросль после реанимации на обеих этих орхидеях, что стоит только дивиться. Это просто было для нас с вами чудо. Как это все происходило. Никаких подкормок. Даже, правильно сказать, не подкормок, а использование удобрений на момент реанимации орхидей абсолютно не нужно. Только какие-то стимуляторы, помощники, негормональные. Те, которые действительно помогают растениям получать дополнительное питание, но не в виде НПК, азота, фосфорокалия, а какие-то аминокислоты, ферменты. Те, которые как док питания участвуют в строительных процессах на клеточном уровне. Вот именно так. Вот я вам показала, как они поливаются, как они сейчас себя чувствуют. Вот это вообще куда-то стремительно у меня, просто стремительно поскакало, цветет. Вот этот у нее стопроцентный домашний цветонос. Очень красивые орхидеи сакуры. Они цветут, вот как зацвели на момент реанимации старыми цветоносиками. После цветения я отрезала вот эти вот кончики. И обе, вот это дало продолжение роста, из точки роста цветоноса. Видите, да? У нее тут много-много цветочков было. Видите, вот место расположения прежних цветочков. И вот этот абсолютно новый цветонос, который дала орхидейка после восстановления. Как я поливаю? Обычно это происходит очень просто. А польем мы сегодня с вами следующим образом. Вы знаете, что я недавно была в командировке. У нас магазина Ашан нет. Вот. И очень многие мне пишут, кто-то не может там живо купить, очень за ней гоняется. И я вынуждена, естественно, искать какую-то альтернативу. Я вам уже рассказывала, что живо для меня равно стимул и приблизительно равно аминозол. Потому что там 9% в аминозоле все-таки азота. Остальное аминокислоты. Смотрите, девчонки и мальчишки. Смотрите, какой препарат я купила. Я не знаю, я не пробовала, что это за препарат. Но для меня показательны. Это действующее вещество, которое содержится. Здесь экстракт морских водорослей. Это то бишь тот же самый витамар, но в сухом виде экстракт морских водорослей. Дальше. Хитозан. Лактат хитозана, мой любимый. Янтарная кислота. Стимулятор роста, прекрасный для орхидей. И аминокислоты. Я не знаю, какой здесь состав в проценте. Так, смотрим. Смотрите, водорастворимый порошок. Здесь есть тоже НПК. Азот получается на уровне действующих веществ, которые там содержатся. 10. Фосфор 16. И калий 15. Здесь еще магний. И разные, вот смотрите, написано водоросли. Так, янтарная кислота, аминокислоты. Смотрите, вот если вы наберете в интернете, вы найдете. Ой, мне так захотелось попробовать и все-таки и вам показать. Я думаю, что здесь, вот знаете, такая золотая середина, вообще подборка. Я знаю, что очень многие любят делать миксовку. Миксовку разных препаратов в одной воде, например. Да, смешивать там лактат хитозана и янтарин. Здесь уже все готово. Поэтому, сколько же я за него отдала? По-моему, что-то, девчонки, в районе 20 рублей. Разводится он 4 грамма на 4 литра воды. То есть, вот этот пакет 4 грамма на 4 литра воды. Я сегодня сделаю, вы знаете, я делаю всегда, тем более, применение первый раз, да, какого-то препарата. Если я беру, я беру всегда в два раза меньше. То есть, вот если из расчета 4 грамма на 4 литр, это 1 грамм на литр. Я возьму, ну, например, полграмма, 0,7 грамма на литр. У меня вот пол-литра. И поэтому я возьму, получается, четвертую часть от грамма. Да, по моей именно дозировочке. Смотрите, какой интересный порошок. Он такой не мелкий, прям кристаллики. Да, я возьму вот именно вот так. Где-то 0,3. Давайте посчитаем, что я беру 0,3 грамма на пол-литра воды. Я развожу. И мне, знаете, мне так интересно. Я так люблю экспериментировать. Тем более, ну, для вас я с удовольствием это сделаю. Вот, потому что не у всех есть возможность, как я сказала, ну, прикупить какие-то те препараты, которые, к сожалению, не везде продаются. Вообще, вот последнее время я могу сказать, что, перебирая аптечку, я заметила, вот просто сделала вывод, что у меня препараты производителя вот этого, так, я тут, по-моему, отрезала, да, вот он, Артон. У него, вы знаете, вот прям реальное органическое земледелие. Это именно то, что я вообще приветствую и пропагандирую, в том числе и у себя на даче. Я не люблю химпрепараты использовать, вопроса не представляете. У меня вот всё старательно и, ну, я стараюсь, да, стараюсь использовать то, что на уровне каких-то биопрепаратов я люблю. Поэтому у меня орхидейки, если они видят какой-то препарат, да, допустим, химию какую-то, это Максим только неразбавленный. И октара – это самый такой вот сильный препарат, который я использовала для орхидеи. Причём октара я никогда не опрыскиваю. То есть октара у меня никогда не попадает в воздух, которым мы дышим. У меня, если я обрабатываю реально поражённые растения вредителями, я всегда даю полив. Вот через корневую систему она великолепно попадает в сок растения. То октара, я сейчас про неё говорю. И она работает 10 дней, защищая растения от вредителей, от вновь появившихся из личинок молодых особей, ну и так далее. Слушайте, вот за разговорами я тут размешала. Ой, слушайте, решила вам показать. Показывать так показывать, да, что я ещё купила. Из командировки привезла. В том же Ашане, смотрите, ну, понятно, я несколько для... Сколько я? Четыре пакета я взяла, вот вершки, корешки. Вот они у меня будут тоже в эксперименте. Ну, я думаю, по составу тут, знаете, ничего другого не придумаешь. Здесь просто хорошая комбинация действующих веществ, да. Так, и ещё мне зрительница канала написала. Ирина, вот, вы знаете, я, говорит, не нашла живу, я, говорит, купила изобион. Он тоже в Ашане продаётся и стоит... Ну, вот, вот, нет, девчонки, он не в Ашане. Это в Аби. Изобион я купила в Аби. Вот это я точно купила в Ашане, точно, 20 или 24 рубля. А вот этот, по-моему, 70 рублей стоит. Изобион здесь, смотрите, тоже вот биологическое. Биологическое для меня это просто волшебные слова. Смотрите, мне написала зрительница канала, Ирина не нашла живу, купила изобион. Состав аминокислоты плюс ферменты. Она говорит, великолепный результат. Может быть, он немножко дороговат, но можно пересчитать, насколько он разводится. А, инструкция внутри, кстати. Я даже ещё его не вскрывала. Ну, вот, как бы, информация к размышлению. Вот такой вот препарат. Можно было бы, конечно, раскрыть, но это опять теряет время. Мы вместе с вами его обязательно протестируем. Я даю обещание, найду какую-нибудь интересную орхидейку, которую здесь, может быть, прикуплю специально на восстановление орхидеи. И мы вместе с вами попробуем этим препаратом её воскресить. Давайте так сделаем. Так, ну что, польём. Растворился, знаете, какой-то интересный такой он. Вот оказался порошок этот. Внизу нерастворимый осадок остался. Какие-то чёрные точки. Я не пойму, что это за чёрные точки. Вон, какие-то плавают чёрненькие-чёрненькие такие. Нерастворимые. Ну, ладно. И просто я вот сейчас, я вам сразу покажу с этим препаратом, да, как я поливаю растения. У меня постоянно вопрос. Ирина, хорошо, вы налили воды вниз, и что? Когда же её слить-то? Никогда я её не сливаю. Я наливаю ровно столько воды, сколько способна выпить орхидея, например, в ближайшие сутки. И потом только у меня на уровне мокрого грунта находится корневая система. Вот так вот, именно до последующего полива. Так, вот я налила, вы знаете, и заметила, в последнее время, чем больше у этих красоток корней, тем охотливее они берут поливочную воду. Поэтому я сейчас им наливаю вот целый дренажный уровень керамзита. Видите? Вот так они у меня стоят, пьют. Очень хорошо по керамзит мокрой, по коре и мох, который находится в нижнем уровне, намокает грунт. Он намокает практически вот доверху. Но сверху он, естественно, не переувлажнённый. Ну и второе также. Вода остаётся. Никуда ничего. Я, кстати, вчера-то сюда чуть-чуть витамара налила. Но это было буквально, знаете, грамм 10 у меня осталось в груши. Вот, поэтому я сейчас с этим препаратом её тоже с удовольствием полью. Очень интересен результат. Я думаю, вам тоже. Ну, по составу, вы знаете, это какая-то просто шикарная золотая комбинация. Вот как мне кажется. Я люблю лактат хитозана. Ну, просто замечательно. Морские водоросли. Вот, кстати, морские водоросли... А-а-а! Слушайте, как говорят, рассказывать, значит рассказывать. Я же ещё тут недавно купила кое-что. Ой, слушайте, наверное, давайте я вам уже какие-то новинки и новшества я вам покажу в одном из следующих видео. Потому что, ну, слишком затянуто у нас с вами будет сегодняшний выпуск. Поэтому мы обязательно вместе с вами посмотрим, что же такого нового, интересного и, я думаю, результативно действующего для растений я прикупила. Мне очень интересен тот результат, который будет происходить на орхидейках после применения того препарата, который пока вам не покажу. Вот, показала сегодня два новеньких препаратика. Даже очень интересно. Вот, ну, не знаю. Мне зрительница написала Ирина, шикарный результат. Вот как говорят, да, отжива, но нет результата и всё. Вот мне недавно совершенно женщина написала Ирина, трёхкратная обработка с интервалом в 10 дней. Вообще ноль результата, понимаете? А у меня он есть. И я вам его показываю. Вот что с этим делать называется. Поэтому, знаете, я начинаю делать выводы. И какие выводы? Всё-таки действующее вещество, которое растворяется в воде, оно не должно находиться в той воде, которая аннулирует его свойства. Что я имею в виду? Вы знаете, есть очень жёсткая вода с повышенным уровнем pH. Это щёлочь у него завышена. И очень часто, кстати, производители препаратов, ну, которые, они заинтересованы в результатах наших с вами, да, они обязательно напишут на упаковке требования к той воде, в которой будет растворяться этот препарат. Вот, например, как Эпин. Эпин, кстати, там не пишут требования к воде. Эту информацию я нашла давно-давно. И этой информацией я вместе с вами поделилась, что вот Эпин очень сильно аннулирует свои свойства, вот это действующее вещество в жёсткой воде, где высокий pH щелочной. Вот, поэтому Эпин лучше растворять в чистейшей воде обратного осмоса, либо дистилляте. Там нужно немного для обработки Эпином, но дистиллят, он не аннулирует свойства Эпина. Равно как и Привикур, препарат Привикур. Сейчас я вам его покажу. Он у меня есть. Я обалдею от этого препарата. Он, да, он дорогой. Он сейчас раньше, год назад, он стоил где-то 350 рублей, 370. Сейчас что-то вообще не подступится. Он стоит 475 у нас. Но вы знаете, вот если вам надо улучшить грунт и если вам надо профилактировать грибковые заболевания корней, то это он. Он борется с патогенами грибками на уровне грунта и обогащает корневую систему именно тем составом, который благоприятно влияет на корни профилактируя и он является еще и лечебным препаратом. Я вот сегодня вам, знаете, вот не планировала показывать и достаю, знаете, вот из своих глубин, где у меня, ну тут у меня в основном концентрируется весь такой, знаете, золотая, золотая серия препаратов, которые я люблю использовать. Сегодня вот так у меня прошло видео, показала вам, что и как происходит на сакурках и вместе с вами мы их подкормили новым препаратом. Я думаю, что они скоро-таки нам обязательно покажут какой-нибудь вау-эффект после применения. Все такое видео и, конечно же, в конце, ну как же я вам могу не показать, да? Практически, вот один бутон остался. Практически у меня полностью распустился мой покер. Обалденный красавец. Могу сказать, для первого цветения размера 2,5 это очень хороший крупный цветочек. В желтом оттенке, хотя был заявлен в белом оттенке. Он очень красиво смотрится. Смотрите, какая прелесть. Вот так вот он распускается. И показываю вам с удовольствием полный его распуск. Вы меня просили показать, как же он будет выглядеть. Кстати, мало у кого покера смотрю. А я вам могу ответить, что вот для меня он какой-то совершенно несложный в уходе. Очень какой-то отзывчивый. Хорошо отращивает корневую систему. Вот вчера я буквально водичкой его поливала. Все у него в горшочке очень даже замечательно и презентабельно. И, конечно, я вам хочу показать полный распуск моей красавицы. Спарклин. Моменс. Искрящие моменты. В полном распуске эту орхидею очень любите вы, когда она цветет. Потому что не любить эту орхидею просто невозможно. Это бомбическая красавица, которая сносит мне мозг по полной. Она очень красиво цветет. В этом году у нее 7 всего лишь цветочков. В том году, по-моему, 9 или 11 было. Вы представьте, да? Когда на каскаде, на красивом. Вот так вот близко располагаясь друг к другу цветочки. Они смотрятся действительно восхитительно и очень привлекают внимание. Вот когда цветет эта орхидея, которая стоит рядышком с другими цветущими орхидеями. Первый взгляд, когда я сюда захожу, падает у меня, конечно же, на эту красавицу. Она очень многим нравится. И поэтому Спарклин Моменс. У кого есть возможность прикупить вот эту вот очень красивую орхидею. Которая имеет такие очень забавные риски. Как будто художник сделал такие прорисовку цветочков. Вот, смотрите. А это все сделала природа, а не художник. Ну, вот такие мои красотки. Вот такие результаты восстановления орхидеи Сакуры. Полный практически распуск орхидеи Покер. И полный распуск орхидеи Спарклин Моменс. Все, девчонки, буду заканчивать на сегодня. Хочу пожелать вам, конечно же, огромного, большого, крепкого, богатырского здоровья. Всего вам самого-самого доброго. До новых встреч. И всем пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова